В конце XIX века немецкий психиатр Эмиль Крепелин описал новый диагноз, называемый шизофрения. И он причислил пациентов с шизофренией к кругу пациентов со слабоумием. То есть он считал, что шизофрения — это своего рода ранняя слабоумие. И последующие исследования психических процессов у больных с шизофренией, в том числе мышления больных с шизофренией, проводимые за рубежом и в Московской школе патопсихологии, показали, что это не так. А все-таки каким же образом функционирует мышление у пациентов с шизофренией, мы узнаем в курсе клинической психологии.